друзья всем привет с вами схема сборки самый модельный всех каналов о формуле 1 я даже не знаю с чего начать вернее чем продолжить продолжим ковыряться мы сегодня в этой чудесной модели я нашел кстати в ней пару приятных моментов первый это то что сидение весь ложемент сиденья прям подходит в свои пазы и нам не нужно скрывать внутреннюю часть как пита обычно это большая проблема на моделях там карбонить надо выкрашивать здесь все это не нужно делать можно просто поработать сидушкой и прямо и и приклеить и все будет зашибись какой-то был еще положительный момент но я о нем забыл сегодня собственно задача я уже кое-что тут подразобрал поснимать все остальное с летников уже приготовить модель полностью к ее грунтованию дальнейших дальнейшей лакокрасочной работе не знаю правда насколько она будет красочная но лака это точно склеил я радиаторы кстати была идея вот эти радиаторы пройти металлическим скотчем алюминиевым потом винтиком сделать резьбу в одну сторону в другую сеточку такую и покрыть это смывкой потом меня постила гениальная идея верни гениальный вопрос на хера когда все это закроется вот так вот ляжет там модель будет абсолютно не не разборная никак то есть вот в таком виде она будет и ты не увидишь ничего никаких там радиаторов никакого двигателя нихрена буду тут коробочка торчать чуть-чуть и все вот оно будет вот так вот так все даже если вот этот верхний кожух снимешь не какой-то и внутрянки и даже думаю на хрена красить двигатель общем не знаю тупо знаете вот этот прикол у моделистов зато ты будешь знать что она там прокрашена нахер мне все эти знания в жизни я как-то все время задаюсь этим вопросом ну да ладно что тут надо нам надо приклеить трубы в общем давайте вот этот хлам пока что по убираем он нам не особо нужен да я тут разбирал диски оказалось как и подозревал что короче не помню какое-то какого но суть в том что тормозной диск вот этот малим пусинки он должен находиться внутри колеса и потом уже насаживаться как то там в общем общем как то так целое дело не хочу даже все такое мелкое все такое образное короче поэтому ты не можешь собрать колесный диск его сразу же покрасить придется красить отдельно и потом все это потихонечку блинешь интересно стало то сообразить как это делается мне очень вряд ли сейчас это сделаю не знаю да вот типа вот этого короче диск еще какие-то пазики все все они все они будут трогать нафиг я отсоединил переднее крыло отсоединил пластину заднего крыла что-то мне очень важное нужно было сделать прям склеить я хотел это сделать но для начала нет для начала вот еще расскажу что здесь есть целых три вида воздухозаборников от самого кокпита я выбрал австралийский вариант потому что он самый простой а те которые здесь сделаны с якобы такими блин упозорище короче но они очень не детализированы если какая-то хрень их либо ножом дорабатывать либо каким-то волшебными словами здесь даже толкатели торчат прямо на вот этих ребрах в общем дерьмо поэтому я беру самые простенькие буду их ставить и хай хай буду так нам с этой моделью как говорится не до жира будешь хоть как-то собрать все это великолепие меня еще большой вопрос насколько эта модель будет логично по по покраске и нанесению декалей как бы желтым я разобрался тут все будет просто здесь маски тут вот эта часть и мы еще с будем склеивать она будет отдельно собираться желтым красим и все даже для носа хорошо сделано можно маску нанести покрасить желтым потом уже бычков клеить отдельно в общем в этом плане прям молодцы короче насколько понимаю вот так оно должно быть либо вот так нет точно не так значит так но как это приклеить наверное клей придется сначала нанести потом аккуратненько эти штуки проложить блин я все пытаюсь вспомнить за что я еще хотел похвалить рывал и не могу но что-то было прям прикольно я нашел что они сделали гораздо проще чем у той же таме это какое-то простое решение не вынуждающая тебя танцевать с бубном а ну наверное вот за эту желтую штуку и хотел похвалить да что она отдельно не надо тут с масками прыгать бегать в общем наверное да за это так поднимем же за это наши бокалы как говорится знаю я сегодня несу много бреда но попробуйте сами пособирать рыву вы поймете здесь кстати очень большие отверстия для вот этих потаенных гаек у меня так и чешутся руки все их углубить и расширить и туда бульонок нахерачить модель от этого будет смотреться богаче детализирование многие скажут блин как как на 24 ты это сделал ну появится повод как бы повыеживаться сказать да вот вы знаете детализация такая штука шарить надо во всем этом вот так что посмотрим с другой стороны мне так лень тут все это сверлить это же целый день нужно ладненько этом нанесли что у нас теперь выхлопные трубы они я подозреваю как-то соединяются как-то вот так может быть и не так так ладно тоже мажем нафиг все равно их не видно там будет и не слышно эти трубы вот бы они еще сдались детализировать их тут мучиться все приклеил и хай лежит до моделизм любит простоту ну не каждый конечно но вот когда у тебя в руках такая модель нужно мыслить проще действовать смелее тоже клей и погнали наши городских подальше от водокачки так все сама ляжет как ей надо не ляжет под точек так давайте-ка я приберу наверное лишние детали которые у нас в принципе уже понятные они просто отправляются в покраску двигатель тоже нам не нужен сидушка тоже ушла что у нас остается здесь та самая горловина которую мы с вами речь вели ох вот надо вот сюда до крепление это сделать сейчас я буду резать и тут останется неприятный шов кстати пластику ревела вот тут хотел бы поругаться особенно тонкие детали но это просто жесть он моментально белеет он изгибается и становится уже непригодным в общем пока что самый крутой пластик который я видел это на новейших моделях тами и у эбро у всех эбро потому что все они новые там конечно все круто изящно здесь говнецо я опять начал ругать ревел да что ж такое с этой моделью точно врагов себе наживешь чувак да ты просто не видел они такие шикарные дтм овские тачки делают дтм овские пусть хоть уделаются сделайте нам хоть одну прям приличную формулу один решит и заодно так вот это гамно кстати надо склеить как-то причем идеально ровно чтоб она потом идеально ровно встала туда сука как не возьмись она все разваливается зашибись и вот пазик вот этот тут сделан внутренне тут внешне и они ни хера не сходятся там он гуляет в ней тут туда-сюда на полметра ничего держать руками тогда попозже ближе к концу мы начнем склеивать что руками держать долго пока просто обозначим что у нас этот элемент присутствует тут еще один просто такой сейчас будет и он примерно вот он тоже в самых неказистых местах стыков там где все должно быть мега точно сделано крепление клетника очередные лучи добра летят в компанию рэву туру да то что делает а и самая беда что нам вот эту тему тоже нужно склеить причем настолько точно и филигранно вот эту никак не не крепящуюся херню нужно склеить чтобы она одевалась у нас на наш обтекатель это но она по ходу так трубкой клеится а ну-ка да у ништяк ништяк можно и прям склеить да и оставить все хорошо обозначили у ее прям так можно клеить зашибись не нельзя на расползать скотина короче вот две детали дальше пошли по мелочам под покраску у нас различные дефлекторы боковые идут в ход здесь есть вот такие прикольные штучки боковые пенечки за них берешь крокодильчиком и красишь потом это аккуратненько отрезаешь делаешь и надеешься что никто не заметит что у тебя там лак и краска срезаны ну качество литья конечно просто триндец ребята вот честно иногда кажется что лучше было песо по непросто в коробку положили пластмассовый кирпич из него было бы проще вытащить модель чем из вот этого вот какой-то жесткий ахтунг просто жесточайший здесь даже не знаю давайте вам покажу просто при этом освещение на она будет не видно но тем не менее не не получится показать при этом освещение но поверьте на слово вот это вот все дерьмо 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 дерьмище это даже не литье а так видимо пальцами долепляли уже что было везде идет по этому тонкому элементу переднего антикрыла который должен быть очень детализированным но сами понимаете формула-1 аэродинамика все такое здесь везде облой вот эти вот торцевые пластиночки они даже никак не детализированы просто таки прозрачный где-то я такое встречал на какой-то на лотосе по моему как раз от эбра но это вот самая их древняя модель была там такая хрень происходила но это это было там в одном месте буквально в очень острых концах а здесь это табло и везде он по литнику он по литнику идет по деталям по деталям кровь прозрачной кисточкой с пластмассой кто-то вот так прошелся и сойдет зашибись я этого не очень понимаю честно говоря все литник вроде бы чист и пуст проверьте еще раз ничего нету все выкидываю так дальше у нас идет сразу тут несколько этих крыльев я подозреваю что тоже на выбор сейчас проверю нет нифига но не на выбор короче вот это будет нижний она будет прям на коробке прям в районе задней подвески находиться из него будет выходить вот это вот сидушка для обезьянок monkey seat и так называемый а вот эта пластина она уже идет на самом антикрыло сверху мелкая очень мелкая после 20 масштаба прям а вот ну еще у нас что-то две камеры пока в таком виде вот это что такое я вообще не понял тоже какой-то аэродинамический элемент я подозреваю что он где-то то ли снизу находится надо его поискать все нашел это воздухозаборники тормозов чем-то тоже в черный цвет как получится их прокарбонить не знаю и в путь так небольшие элементы подвесочки пока что оставлю на литнике вот у меня теперь вопрос как я всю эту гору хлама буду назад в коробку складывать учитывая что у коробки так только сбоку есть дырка все туда все это насыплю она там все были я привык так раскладывать все в коробочке потом накрывать крышечкой аккуратно ставить там ладно но и но и но и но и но и но и но вы поняли эта модель уже будет веселый но с другой стороны видно что она ну не мертвая не сказать что это прям труп который невозможно собрать да тут придется повозиться с покраской с карбончиком но в целом довольно все сделано логично и понятно если бы она еще была вот отлита хорошо сам пластик был бы хорош ну прям цены бы не было и масштаб 20 лучше 12 ну вообще тогда золотая моделька было но нет рэву почему-то зная что таме я фуджими студия 27 бра делают все это в двадцатом масштабе взял и захерачил целую линию двадцать четвертого сейчас такой же фигней занимается хасыгава по-моему они фигачат модели болидов начала вернее конца восьмидесятых начала девяностых вот в двадцать четвертом масштабе редчайшие штуки интереснейшие но двадцать четвертый кому он нужен в двадцать первом веке даже зеркала через жопу сделаны не одобряю ну то есть сегодня вы уже поняли да я хочу снять вообще все чтобы это уже отправить на грунт на покраску чтобы она не валялась возможно я даже в коробку это собирать не буду а просто завтра сразу на крокодильчики в пенопластовые стенды их стоит в таком виде то что если я сейчас все это скину в коробку я уже не найду потом чего где откуда педали но педали чисто условные тут конечно их видно не будет это скорее сделано как игрушка знаете чтоб играющийся человек мог пофантазировать что он собирает там настоящую модель с педалями там с двигателем но практического смысла я вам уже показал ни в двигателе не в педалях ну тупо нету это я не ругаюсь даже не бурчу я просто констатирую гребаный факт так вот это вот я знаю откуда небольшая такая антенка и две не то что небольших совсем маленьких антенки я их был лучше сделал бы из гитарной струны наверное но пусть лежат здесь еще парочка боковых элеронов я надеюсь мне не придется потом их это но я посижу еще в одиночестве аккуратно посравниваю то что где-то могут быть дубликаты тут в основном сделана модель для гран-при австралии для кореи еще для какого-то гран-при напомню что это только марк вебер поэтому тут вся детализация такая а у них то ли в том году то ли не в том еще была вот эта драка за новые антикрылия эдриан юи как бешеный создавал новинки одно антикрыло допустим вот такое заднее да второе вот такое здесь прям декали есть и для этого и для этого не очень понятно вся эта сверх детализация при такой говнистости самого кита вот но дело не в этом короче ньюи разрабатывал много новинок и однажды крыло поставили выбору а феттель сказала поставьте его мне оно было в единственном экземпляре у выбора крыло забрали он сильно тогда обиделся он по моему тогда гонку выиграл и после нее сказал вот это свое знаменитое неплохо для второго номера так еще одна камера еще какая-то хрень и какая-то хрень еще я их пока не буду снимать потому что каждую такую детальку нужно брать схему и с ней долго ковыряться искать где она зачем в какой цвет краситься ставить на соответствующий стенд я думаю что для камеры для съемок это не особо прикольный момент будет вот это я снимаю сразу буду клеить на радиатор одну трубку я приклеил 2 мне вот пока свободном полете болталась сейчас мы это же насадим на соответствующий радиатор и еще одна камера камер тут дохренище я вот решил делать австралийский вариант а в нем было еще носовая такая камера то есть у меня скорее всего модель будет такая как рыба меч она или как она рыба молот называется с такой хренью на носу думаю будет и пусть будет хрена я знает посмотрим это взял в руки обтекатель из загрустил минут на пять в общем ребятушки вся вот эта куча деталей будет потихонечку обрабатываться на покрасочный стенд после того как я все это покрашу что я буду делать я буду все это еще лакировать наносить декали карбоновые обычные декали в общем то тут такая возня будет постепенная полигон очная я просто думаю в следующий раз что снимать наверное тоже будет конечная сборка потому что мы показывать вам вот этот процесс промежуточный нет никакого смысла тут надо потихоньку сидеть все это доклеивать прокрашивать ну и потом уже когда детали будут более-менее готовы мы наверное поговорим об особенностях этой модели может быть что-то толковое получится ну хотя бы такое чтобы хотя бы с какой-то стороны можно было сделать фотографию как будто это типа что-то очень толковое все ладно моделируйте моделируйте так чтобы у вас получалось что-то толковое давайте пока